27 января 2021 года большинством голосов принята революция парламентской ассамблеи Совета Европы о вакцинации против COVID-19. Россия входит в ПАСЭ. В резолюции подчеркивается недопустимость принуждения к вакцинации и дискриминации людей по принципу вакцинирован-невакцинирован. Резолюция призывает государство информировать граждан о том, что прививка не может быть обязательной. Никто не должен подвергаться политическому, социальному или иному давлению из-за отказа от прохождения данной процедуры. О введении ковидных паспортов сообщается, что в случае их появления они должны использоваться только для врачебного мониторинга. Также в пояснительном докладе к тексту сказано, нежелание гражданина прививаться это его право, гарантированное статьями 8 и 9 Европейской конвенции по правам человека. Начинаем! Наиболее часто задаваемым вопросом на прямой линии с Путиным 2021 стал вопрос, а нужен ли будет QR-код при сборе валежника? Эта шутка гуляет по соцсетям уже несколько дней к ряду, не ошибусь, если скажу, что она стала самым популярным мемом на текущий момент, а еще она очень хорошо характеризует весь тот цирк Шапито с буфетом, в котором завтра нас собираются накормить макарошками. В юбилейный 20-й раз у нормальных людей предстоящая трансляция иллюзий не вызывает, но вы же не хуже меня знаете, что во время завтрашней недолинии головнюку не зададут ни одного по-настоящему важного вопроса, как обычно. Четыре часа ни о чем найдут пару-тройку подставных, которые спросят о продаже Аляски, например, 200 лет назад, о том, как идет расследование насчет пропавших тогда денег, о перспективах договора двустороннего сотрудничества с Мадагаскаром. Там пенсионер из села Липки наверняка поинтересуется, потому что они там в Липках волнуются очень из-за этого, ночами спать перестали. Марья Ивановна из Елутаровска в Ангую спросит, где можно почитать крайнюю статью Владимира Владимировича про Великую Отечественную войну. Серега из Нягани задаст вопрос о здоровье вождя, совета из Барнаула в миллионный раз, не надумал ли он жениться. Ну и под конец, так просто должно быть, прикрутят какого-нибудь сумасшедшего, что на свадьбу царя позовет или там на рыбалку за грибами. Вы же знаете все это. И тем не менее, на паре моментов предложил бы остановиться эта реальная журналистика. Поехали! Ну а теперь серьезно, очевидно, что для драматургии хоть что-то отдаленно напоминающее важное для народа все-таки вкинут. Ну вот уверен, что про рост цен обязательно спросят. Сейчас они наверняка этот вопрос репетируют. Не думаю, правда, что мы получим внятный ответ. На... значит... Острая тема. И на... 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 А между тем, оная действительно серьезной проблемой стала. То есть, уже даже не мусор, и не тарифы ЖКХ, и не убитые дороги людей парят. Мы да вставались с колен до такой степени, что народу скоро жрать нечего будет. Простите за слово народу. Просто вдумайтесь. Еще совсем недавно, зимой, картошка стоила 9-14 рублей. Сегодня в среднем 90. Я в выходные в магазин пошел. Целенаправленно цены изучить. Чуть заикаться не начал. Морковь была 15-20. Сейчас 170-190. Фрукты дешевле овощей. Но... но... безусловно, эту проблему решать нужно. Значит... ну... Помните же, да, эту крылатую фразу саратовской чиновницы? Макарошки всегда стоят одинаково. Вы будете смеяться, все мои родственники макарошками закупаются, причем как в 90-е. Тюками, коробками, на всякий случай. Бог его знает, потому что, насколько тем акарошки после выборов в цене подпрыгнут. Картофан, друзья, всю дорогу считался едой для бедных в 90-е. На картошке, да на лапше вся Россия сидела, и это подниматель с колен у людей отобрал. Лебедой и корешками мы теперь питаться должны. Но вот хорошо, что сейчас лето. У многих сады, огороды, доставшиеся в наследство от советской власти. Там что-то выращивают для себя малоимущие. Лес под ножным кормом помогает. Порыбачить опять же можно сходить, но это пока. А закончится лето. Чего делать-то будем? За каких-то полгода стоимость продукта в первой необходимости увеличилась на 300, 500 и даже на 1000 процентов. В некоторых случаях, а доходы остались на прежнем уровне. Более того, из-за пандемии и кризиса мы продолжаем жить в режиме жесткой экономии. В целом, Путинский наконец-то назвал более-менее реальные цифры средних зарплат по стране. В 2020 году до вычета НДФЛ средний доход работающего человека в стране составил 32 422 рубля. То есть на руки, как говорят у нас чистыми, работник получил 28 207 рублей. И это позор. Вот, 28 тысяч минус сразу. Десятка за коммуналку, на оплату телефона интернета, на проезд в общественном транспорте, то есть на обязательные платежи. А теперь давайте посчитаем, сколько на оставшиеся 18 тыр можно той же картошки купить. Ну, считайте. 5 килограммов, 450 рублей, плюс доехать надо до магазина на какие-то шиши вернуться. Более 500 рэ получается. А на сколько тех 5 килограммов человеку хватит на 3 дня? Да и то, если с чувством легкого голода из-за стола вылезать будет, дожили, блин. Работающий человек в нашей стране даже картошки вдоволь поесть не может. Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае, по этим позициям известны. Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит. При этом я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер. В итоге мы наблюдаем ценовой рывок в 1000%. Повторюсь, почему? А потому что воры в присущей манере бросились рост цен останавливать. Назначили крайними коммерсантов и давай их доить. Обложили данью и штрафами со всех сторон. Проверки на них натравили. Результат не заставил себя долго ждать. Честно, мне действительно интересно, что Путин завтра будет говорить по этому поводу, когда кого станет обвинять? Байдена, Гейропу, Навального, Марсиан? Или татаро-монгольская ига вспомнит, как когда-то Печенегов и Половцев? Ну, безусловно, главный вопрос это вопрос о принудительной вакцинации. Недаром я с этого начал сегодняшнюю программу. Не уверен, впрочем, что данный вопрос прозвучит. Чисто по-человечески очень хочется надеяться, что вся эта история с обязательными прививками была срежиссирована. Срежиссирована с целью поднять рейтинга дедушки. Выборы приближаются. А у кремлевского старца в этом плане совсем все плохо. И оно на самом деле могло бы стать своеобразной вягрой хотя бы на какое-то время. Но работало же до этого. Как бы кинул карандаш дедового. Вы что, с ума сошлись, что ли? Послушайте, это просто даже несерьезный подход к делу. С другой стороны, я понимаю и то, что на рейтинге режиму давно им давно наплевать. Они себе нарисуют любые цифры, вождю тоже. Досиделись, что называется, добайкотировались, до не интересовались политикой. На этих выборах от нас точно ничего зависеть не будет. Но главное в данном случае отнюдь не рейтинги и не выборы. Дело в том, что вся эта катавасия с вакцинацией, помимо прочего, пахнет большими деньгами. И сразу несколько околокремлевских планов осознали, что на пандемии можно поднять столько, сколько ни разу в жизни не поднимали. Ну, прикиньте, рынок 146 миллионов человек. Если всех заставить привиться, ой, как нарядно получится. Поэтому началось в колхозе утро, да. Говорил что-то старичок о недопустимости принуждения людей. Однако, когда на кону стоят миллиарды, тут и старичка можно подвинуть. Тем более, ну, много ли ему осталось? 70 лет почти человеку уже в открытую. Говорят, даже в Кремле в обозримом будущем президент мира отойдет от дел. А потом запихнут в какой-нибудь Совет Федерации и забудут, как страшный сон. Ну, может, номинальные фигуры оставят. Он, собственно, и таковой сегодня уже является с начала пандемии. Ведь носа из бункера не высовывает. Да они уже там отвыкли от того, что Путин как будто бы чем-то руководит. Всех их не будет в 2024 году. Будет другой президент. Конечно, кто-то мне может сейчас сказать, Саш, дослышали уже миллионы таких предсказаний. Каждый хайпажор об этом кричит. Но, ребят, давайте объективно. Вы же сами видите, что происходит. Великий кормчий с каждым днем все больше теряет и в весе. От былого авторитета почти ничего не осталось. И я сейчас не про нас с вами говорю. Я об элитах. Или вы думаете, ребятишки там слепые и тупые. Не видят, что на веровой арене, например, у Путина не то, что друзей, союзников нет. Внутри страны тоже опереться не на кого. Все его рейтинги фейк. Даже ватники прозревать начали. Зачем элитам такой вожак? Вот и начали главнюка задвигать. Просто проанализируйте даже вот эту вот ситуацию с обязательной вакцинацией. В конце мая, значит, Путин выступает с заявлением нет. А всего через пару недель его же халуи демонстративно игнорируют сказанное типа боссом. Они, конечно, и до этого не особо ретиво распоряжение деда бежали исполнять. Но так как они поступили в этот раз, то, по-моему, уже все понятно. Обязательная вакцинация от коронавируса крайне важная мера. Она позволит сократить и остановить рост заболеваемости. Такое заявление сделала сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. Знаете, я недаром назвал эту программу «Уходит эпоха Путина». Это не кликбейтовый заголовок. Мне на самом деле будет интересно завтра увидеть еще Акела или уже промахнулся. А ждать осталось недолго, всего какие-то 24 часа и все станет на свои места. Поймите, это большая политика. Большие интересы, большие люди, большие деньги там не ковыряют пальчиком. Лавочку и не разводят сопли. Там все как в моей любимой поговорке. Назвался клизмой. Полезай туда, куда толкают клизму. Все. Это была реальная журналистика. Ставьте лайки. Проверяйте подписку. Отключайте безопасный режим на всех устройствах. YouTube, потому что очень любит нечаянно вносить неприятный для режима контент в раздел «Только для взрослых». И если у вас включена безопасная функция, вы просто не увидите новых роликов. Причем не только моих. Ну вот теперь точно все. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!